Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи Колесниковых. Ролик начинается ни о чем и заканчивается тоже ни о чем. По сиделке детей Света снимает контент под названием «Что вижу, то и пою». Ну а далее на самом деле затянули песни. Светка поет довольным голосом, видимо, забыла. Забыла или Лешка ей не напомнил о том, что он тут сидел и рассказывал слезливую историю о своем наставнике, которого не стало, да, и как, мол, он по нему скучает, чуть ли не больше переживает за его смерть, нежели за смерть собственной матери. В общем, пока Леша рассказывает вот эти вот грустные истории, Света ржет, поет песни, вместе с детьми веселится. Ну, это еще раз, друзья мои, доказывает, что никакого сострадания у них никому нет и подавно. Уж тем более, если нет к своим родным, да, то уж никаким посторонним людям его тоже нет. Вот эта вся история действительно у них была для хайпа и для поднятия своего контента, потому что мы с вами можем наблюдать, особенно последнее время, что они стали совсем неинтересны. Они действительно выдохлись, там показывать практически нечего, да. Ребят, вот честно, когда показали в этом ролике Энджи, показали ее близко, когда она села и начала улыбаться, вот, знаете, ну, сказать, что я испугалась, это вообще ничего не сказать, потому что, да, действительно, никто не может сказать, что ей будет 15 лет, потому что она выглядит, на самом деле, как родившая женщина лет 25, вот сразу после родов, да, вот такая же, да. Вот пока мама Света рассуждает о том, как она периодически все-таки следит за своей фигурой, Светка же часто любит говорить вот на эти темы, да, о том, что, мол, я стараюсь есть поменьше и так далее, Анжелка просто в этот момент уже пухнет от макарон, на макаронах, вернее, день ото дня. Ну, нет, Светке дела до этого нет никакого, поговорить она с ней, как мать с дочерью, тоже не может, видимо. Ну, и отец там тоже, как прямое дополнение, да, непонятно для чего. Ребят, ролик и правда полный тухляк, полролика всякая хрень, вторая половина ролика песни, песни, ну, как обычно, да, очередной ролик, который мы с вами будем обозревать, очередная распаковка, Лешка доволен, очередная у них алмазная мозаика. Ну, все, я так понимаю, теперь прекрасно, да, что пару недель Светка забьет на все. И на готовку, и на детей, и на мужа, нет, на мужа точно не забьет, но на всех остальных и на все остальное точно забьет. Она, конечно же, ну, если по чесноку, уже давным-давно забила на все, но хотя бы изредка, так скажем, создавала видимость своей работы, создавала некие шедевры на кухне, ну, а также делала вид, что она очень-очень чем-то занята. Ну, а здесь Лешка получил, понятное дело, не купил, конечно же, эту алмазную мозаику, а получил ее на рекламу, стал ее вовсю рекламировать, дал ссылку, значит, ну и так далее и тому подобное. Очередной, так скажем, у них сегодня интересный в кавычках ролик. Решили снять на камеру и объяснить, да, что же делать с алмазной мозаикой. Лешка зачитывает инструкцию, Светка угничает, Даринка все это дело пытается запихать себе в рот. Все остальные сначала сидели с умным видом, ну, а потом устали уже от папкиного бреда. Он ушатал всех, и дети чуть было не заснули. Леш, вот у меня к тебе вопрос, вот ты видишь, что твоим детям уже неинтересно, да, они устали, пока ты тут разбирался, значит, несколько часов с этой инструкцией. Вот представь, насколько было интересно в кавычках нам, зрителям, абсолютно неинтересно. Вот честно, это уже просто перебор. Второй ролик подряд тухлый, ни о чем. Далее, друзья мои, уже темнота, в темноте с фонариком на голове, Никита приступил к делу. Светка говорит, здесь освещение не очень, Леш. Так в чем же проблема? Ты же все время сидишь дома, все время рассказываешь о том, какой ты умелец золотые руки. Неужели тебе не сделать нормальное освещение? Вот мало им Максима, да, у которого зрение плохое, теперь решили его и остальным тоже посадить. Ну, а далее, друзья мои, когда я увидела уже Светку с фонарем, нет, ребят, не под глазом, а как раз-таки фонарь у нее был во лбу, на лбу, да, фонарик, и она сидела вот в синей кофте, мне она напомнила лора. Причем Светка сидела с умным видом, ну, как обычно, вы знаете, да? Говорит, я так отдыхаю. Ну, вот о чем я, в принципе, и говорила. Свет, лучше бы ты отдыхала, делая уборку в доме, ну, или занимаясь своими детьми. Короче, я так понимаю, все. Есть сегодня, они точно не будут. Светочке некогда. Она либо занимается мозаикой, либо снимает вот этот вот ролик. Все как обычно. Далее, друзья мои, еще один ролик, который мы с вами будем обозревать. Светка демонстрирует прическу, которую она сделала Анжелике. Вот слушайте, всем делает прически, кроме Насти. И говорит, прическа просто шикарна. Светочка, ну, ты молодец. Сам себя не похвалишь, как говорится, никто не похвалит. Кстати, прическа на самом деле вообще ни о чем. Вот для молодой девушки, да, она явно не подходит. Ну, Светке понравилось и так далее, да. Далее, друзья мои, делится Светочка тем, что у них сегодня будет в меню. Меню у них, как всегда, ну, разнообразие ноль, так скажем, да. Светка, начинает она перечислять макароны. Не, ну, это святое. Макароны в их семье, это святое, Свет. Про макароны ты можешь даже не говорить. Мы уже знаем, что макароны у вас каждый день на завтрак, на обед и на ужин. Далее, далее Светка говорит про суп. Не знаю, говорит, будут ли его есть. А Светка, вот Свет, действительно, неужели он такой вот был вкусный, что опять дети его есть не хотят. Кстати, я еще в прошлый раз сказала, когда увидела вот этот сваренный суп, да, который стоял в кастрюле на плите, я еще тогда сказала, знаете, у него цвет такой ужасный, словно его уже кто-то пожевал. Видимо, он не только на цвет такой же, да, но и на вкус такой же вкусный, что дети его есть не стали. В общем, как обычно, Света у нас занимается тем, что она переводит продукты. Да, далее, друзья мои, сказала о том, что у них будут последние витамины в этом году, то есть они будут в салате, это то, что у них там остались свои там помидоры, сгрядки, ну и так далее. Ну и, понятное дело, никакого мяса, как всегда, мясо не-не. Далее очередной бред, то Света в тумане, то Свет на нее падает, значит, ее вот эти вот очередные ляпы, очередные перлы, все как обычно. Далее решила нам объяснить, ну, нам, зрителям в смысле, почему же она так поздно вот сажала этот чеснок, да, что она там все с ним возилась, говорит, вот, мол, во всем виновата ее спина, да. Теперь у Светки спина болит, не только у Леши, все, я так понимаю, трындец, капец детям, они теперь будут пахать, как говорится, из-за себя, из-за того парня. Далее Света стала объяснять, насколько же глыбоко, глыбоко, да, да, друзья мои, именно глыбоко, говорит Света. Она запихивала, и ей было хорошо, и потом перекинулась на жучков, на клубнику, на усики, на пересадку. Свет, что ты мелешь? Вот, знаешь, вот просто ты хотя бы раз перед тем, как выкладывать ролик, вообще возьми, послушай, что ты несешь. Ты вот, мне интересно, хотя бы сама-то, ты понимаешь, что ты говоришь? Почему мы должны, твои зрители, сидеть и гадать, что имела в виду Света, да? Что вообще она имеет в виду, когда вот туман, туман, да? Ну, это понятно, я уже поняла, это, значит, камера у нее там в тумане, а потом, значит, свет на нее падает. Почему мы все время должны додумывать, что ты и хочешь нам сказать, да? Потом прибегают хомяки Светкина и Лехина и начинают написывать, она имела в виду это, а вы-то откуда знаете? Вот, если вы сама Света, тогда да, тогда вы можете за нее с точностью утверждать, что хотела сказать Света. А если вы такие же зрители, как и мы, то, в принципе, мы не должны гадать, что хотела сказать Света. Света, раз будучи блогером, значит, она должна преподносить информацию так, чтобы она была ясна и понятна людям с первого раза, да? Света, конечно, у всех бывают какие-то ляпы, но здесь, простите, стопроцентные, а вообще одни сплошные ляпы со стороны Светы. Далее, друзья мои, у Светы были воды близко, нет, не думайте, она не беременна, нет. Вода стояла, в общем, это все на грядках, и далее она сказала, все упирается в здоровье. Свет, ну ты же говорила, что, Лешка вот кричал, что все можно лечить медом, абсолютно все. Ты кричала, что все можно лечить твоими травами, настойками, чесноком и так далее. Вперед из песней. Натирайтесь, намазывайтесь, намазывайтесь медом, и все у вас пройдет вот сразу же, да? Лешка обещал, что будет именно такой эффект, что все это вам гарантирует здоровье, да, друзья мои. В общем, далее Света, Света вот просто решила тупануть, ну и, как всегда, начала нам показывать, что она все-таки периодически что-то делает. Уселась на корточке, значит, чуть ли не на колени, на маленьком, и начала тереть тряпкой маленький кусочек, значит, пола, в общем, ну все как обычно. Причем делала это под веселенькую музыку, я так понимаю, чтобы уже окончательно там не завалиться на этом полу и не заснуть. Ну, а далее еще прикол, сидят девчонки, значит, Виталина там что-то режет, какие-то старые шмотки, а Светка и говорит, да, и говорит, Виталина нарезает из старых грязных вещей, заметьте, грязных, да, тряпочки на кухню, правильно, Свет, вот на кухне именно грязные тряпочки и нужны, ну, естественно, только грязные, чистых там не надо. Вы знаете, я так понимаю, не просто так Света сказала про свое здоровье, про то, что спина стала болеть, она говорит, вот поэтому я последнее время ничего не делала. Свет, последнее время это когда? Ты вообще-то с тех самых пор, как вы переехали с Есентуков в Подмосковье, это уже более года прошло, вы переехали где-то в июле месяце, да, ты уже более года ничего не делаешь, ничего. Ну, у тебя до этого спина не болела, спина у тебя заболела буквально там 2 недели тому назад, да, ты рассказываешь о том, что вот спина болит, теперь я стараюсь, мол, все свои дела перекладывать на своих детей, да, это просто у тебя отговорка, ты просто самая настоящая лентяйка, ты обленилась уже в корягу, ты вообще ничего делать не хочешь, поэтому ты все переложила на детей, но теперь уже придумала, как и Лешка, молодец, себе, знаете, вот эту вот проблемку, теперь у Светки больная спина. Ну, в общем, если ваши дети будут умные, умнее вас, да, то они тоже должны придумать себе по какой-нибудь серьезной болячке, дабы вы тоже поняли, что они тоже не в состоянии что-либо делать по дому, но я думаю, что они до такого, конечно, не догадаются, а вообще, в принципе, рассказывать и придумывать себе всякие, всякого рода болезни, это очень плохо, да. Ну, я так понимаю, что Светка заранее уже говорит о том, что здоровья у нее нет, а знаете, для чего? Для того, чтобы просто на следующий год больше ей ничего вот этого не сажать, никаких огородов, да, а с другой стороны, зачем они сейчас, видимо, думают, зачем им сажать, когда они все берут вот этой вот просрочкой, абсолютно все, вот только единственный момент, да, сегодня эта просрочка есть, а завтра ее у вас не будет, и что вы тогда будете делать? А тогда вы будете сидеть в проголоде, как вы и сидели до этого. Лешка никогда не даст добро на покупку огурцов и помидор. Да, Светка сможет купить, раз, как говорится, в полгода по завету на какой-нибудь великий праздник, и на этом, в принципе, все. В общем, друзья мои, очередной вот у меня обзор на канал семьи Колесниковых. Пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на мой канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока.